Уважаемые коллеги, добрый день. Мы сегодня обсудим проект стратегии экономической безопасности России. В этом документе определены важнейшие направления нашей работы по обеспечению суверенитета страны в экономической, технологической и финансовой сферах. Ещё совсем недавно казалось, что такие документы и не нужны-то будут вовсе, но судя по тому, что происходит, нам необходимо думать и о всех угрозах, о которых мы сегодня поговорим. Мы видим глубокие масштабные процессы, которые происходят в мире. Формируются новые центры мирового экономического роста. С каждым годом возрастает конкуренция за рынки, технологии, капиталы. Экономические ограничения, давление, санкции всё чаще используются в политических целях и под видом политических целей, часто просто в конкурентной борьбе. Мы должны учитывать эти тенденции, превентивно реагировать на риски и угрозы. При этом наш главный и фундаментальный ответ заключается в том, чтобы наращивать свой собственный экономический потенциал, не закрываться при этом от мировой экономики, а повышать свою эффективность. Это даст нам ресурсы для развития, для решения социальных задач, позволит надёжно, гарантированно обеспечить национальные интересы и безопасность страны. Надо выйти на темпы экономического роста выше мировых. Да, совсем ещё недавно мы говорили и о больших темпах роста, но мы также понимаем, что происходит в мировой экономике, в нашей, и должны соответствующим образом корректировать свои планы. Но выйти на темпы роста выше мировых нужно на рубеже 2019-2020 годов уже. Для решения этой задачи в послании к Федеральному собранию правительству поручено разработать конкретный, чёткий план действий. В основе такого роста должны быть глобальные конкурентоспособности наших отраслей экономики и компаний, делового климата, государственного управления, что чрезвычайно важно, вот на это хотел бы особо обратить внимание, науки и системы образований. Надо быть гибкими, первыми откликаться на изменения в мировом развитии, участвовать в формировании новых перспективных рынков. Взрывное развитие технологий, по сути, настоящая технологическая революция радикально меняет производственные, финансовые, банковские процессы, сам уклад жизни людей и состояние целых отраслей экономики. Наличие собственных уникальных технологий становится одним из важнейших факторов обеспечения суверенитета страны. Подробно говорил об этом на недавнем заседании Совета по науке и образованию и в послании Федеральному собранию. Для повышения конкурентоспособности наших гражданских отраслей следует использовать и научно-технический потенциал оборонно-промышленного комплекса. Тоже об этом уже неоднократно говорили. Ещё одна тенденция сегодняшних дней – растущий протекционизм. Нужно активнее продвигать интересы отечественных компаний на глобальных рынках, защищать их от недобросовестной конкуренции, использовать возможности региональных интеграционных объединений. Следует создать максимально благоприятные условия для развития несырьевого экспорта, снизить издержки российских экспортеров, оптимизировать налоговый и таможенный контроль, в том числе через внедрение информационных технологий, требует совершенствования и финансовые механизмы сопровождения экспортных контрактов. В целом необходимо продолжать работу по формированию благоприятного инвестиционного климата, делового климата. Подчеркну, конкурентоспособность национальной юрисдикции – это тоже одна из важнейших гарантий экономической безопасности нашей страны. Но нужно, в конце концов, добиться того, чтобы наши крупнейшие компании не уходили в иностранную юрисдикцию. И ругать их часто здесь не за что. Они идут туда, где чувствует себя большую безопасность и большую отрегулированность всех инструментов, используемых при организации и сопровождении экономической деятельности. И нам нужно добиться такого. Все условия для этого у нас в стране есть. Уважаемые коллеги, особое внимание нам надо уделить сбалансированному пространственному развитию территории. Необходимо максимально использовать потенциал, который есть у каждого региона России, создавать новые производства и рабочие места, а значит, базовые условия для демографического развития, для повышения качества жизни людей. Именно в этой логике мы ведём работу по подъёму и освоению Дальнего Востока. Учитывая значение, близость этого региона к крупнейшим экономикам Азиатско-Тихоокеанского региона, мы создаём здесь максимально благоприятные, в полном смысле этого слова, конкурентные условия для бизнеса. И будем строго выдерживать те условия, которые мы создали для инвесторов, как отечественных, так и иностранных. В государственных и федеральных целевых программах появятся специальные разделы по Дальнему Востоку, причём объём финансирования по конкретным направлениям должен рассчитываться таким образом, чтобы не просто восполнить отставание, а обеспечивать опережающее развитие, укрепление человеческого капитала дальневосточных территорий. Сегодня Юрий Петрович Струтнев доложит, как решаются все эти поставленные задачи. И, наконец, важнейшее условие поступательного развития – это макроэкономическая стабильность. Рассчитываю, что правительство, Банк России будут и дальше укреплять, уделять особое внимание обеспечению устойчивости финансовой банковской системы страны, повышению доступности кредитных ресурсов для реального сектора экономики. В послании тоже об этом отдельно и достаточно много говорил. Еще важнее, что мы с финансовыми властями страны очень подробно обсуждаем это все на наших закрытых совещаниях, но они закрытыми должны быть до определенного времени, пока решения не выработаны. В принципе, все понятно, что и как нужно делать. Нужно только работать напряженно. Одновременно следует снижать и зависимость национальной денежно-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках. Продолжать работу по оздоровлению банковского сектора. Естественно, здесь тоже нужно действовать аккуратно и всегда помнить о социальных последствиях. Нужно принимать меры, направленные на противодействие незаконному выводу денежных средств за рубеж, совершенствовать механизмы противодействия кибератаке на нашу финансовую инфраструктуру. Давайте перейдем к конкретному обсуждению. Слово Максиму Станиславовичу Орешкину, министру экономического развития.